всем привет дорогие друзья на прошлом ролике сди мы включили веб-камеры и вы были в шоке кто не видел это видео то посмотреть и вы просили а включи веб-камеру с машей в принципе ребят я так подумал ну может быть я выполню ваше желание но если вы поставите лайк подпишитесь на канал прожмите колокольчик да и соответственно напишите комментарий как вас зовут знаете вообще реально полноценную команду я вам покажу свою то есть вот получается ди и маша это два шага которые сейчас со мной снимаются на канале поэтому принципе я могу выполнить ваше желание но вы в ответ будете супер верные канал евген бро вы не будете как бы ну вспоминать допустим там персонажа мая так далее может это в прошлом потому что в этом ролике еще поговорим на тему а будете любить соответственно меня автора канала и те кто мне помогает это маша иди девчонки которые реально ну прям ну прям мега крутые считаю прям мега крутые ну все мега крутые ставьте лайк реально подписка сейчас реально маша включит веб-ку короче я тоже включу веб-ку мы ждать и посидим пофанимся поугараем поедем короче паркур проходить у нас он машина стоит короче ребят все вы лайк поставить так если катились кушать то приятного аппетита да а если не кушать идите покушать и включаем веб-камеру включаем давай попробуем отлично всем привет дорогие друзья здравствуйте добро пожаловать на видео да в общем все мы включили веб-камеры ребят я считаю знаете что за такое сразу же ставьте лайк потому что ну а смотрите происходит великие события на канале которых не было до этого никогда то есть вот данном случае включение веб-камеры допустим всех кто со мной снимается данном случае это де и маша сейчас я призываю вас сделать огромную благодарность маши потому что она включила тоже веб-камеру соответственно я предлагаю поддержать ее поставить лайк подбодрить комментариям ну и в целом вообще вы должны быть рады сейчас реально события происходят мега крутые на канале как ты считаешь да я считаю что это правда во первых огромная ответственность показывать во первых себя то есть ну я считаю что вообще показывать себя спустя не такое огромное время на такую огромную аудиторию это огромный огромный шаг да кстати отталкивает от этого инвеста не против есть это я скажу ма которая тут была очень много сколько она была четыре года четыре года четыре года она ни разу не захотела показать себя хотя бы очень сильно просили да реально я сейчас расскажу события которые были за кадром сори короче да и в общем смотрите ребят я ну очевидно как автор создатель канала я видел ваши призывы в комментариях что вы писали что евген а как там вообще ма поживает а вы не хотели бы в кабиры включить26 на тот момент на ютюбе многие включали в кабиры очень многие люди и соответственно ну я как бы вам скажу я не дурак я вижу все ваши комментарии я мониторю я читая каждый из них я постоянно играл суши нам нужно включать в кабины потому что но это ну да 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 но потом 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 и соответственно я сначала думал что может быть это боялись но реально ребята Потом выяснилось, что ей просто пофигу на вас было То есть, в конечном разговоре, когда я тоже, ну, в целом вообще с ней общался Я просто понял, что ей было пофигу То есть, вы часто спрашиваете причину, почему ушла Ма? Потому что она вас не любила То есть, многие там сейчас отвечают в комментариях, что она работала только ради денег Я вам скажу даже такую ситуацию, что если мы, допустим, чуть-чуть задерживались по записи ролика Она тут же говорила, а давай дополнительные деньги, деньги давай, деньги давай Маша, иди, никогда такое вообще не скажут Ну и вообще никогда такого не было, даже мысли подумали Что? Реально Она серьезно так говорила? Да, да, да Ну, я просто в шоке сижу А что, так можно было? А что, так можно было? Нет, ну что? Это, конечно, реально мем То есть, ребята, но я не знаю То есть, я говорю, просто, знаете, вот был один комментарий, мне очень понравился Человек написал, то есть, персонаж Ма Как бы, ну, хорош Именно вот этот, майнкрафтовский, знаете А вот человек, который за него играл Очень плохой Потому что Женя, ну, в целом, покрывал Ну, то есть, я реально вам покрывал То есть, я вырезал в роликах, там, допустим, маты Какие-то неправильные вещи Либо, в целом, ее направлял, что Вот здесь надо быть добрее Здесь надо быть мимишней То есть, шутку, типа, Ма ковриная душа Я ей придумал Ма алмазная душа Я ей придумал Чтоб вам нравилось А вы теперь называете, там, типа, Ма ковриная душа Ма алмазная душа Так придумал-то это я Понимаете, это образ Это не ее какой-то, знаете Ее какое-то доброе такое Добрая атмосфера Потому что, ну, я такой образ Знаете, как продюсер, короче Ну, не как, а так и есть продюсер В общем, я говорю Я не понимаю, как можно было просто оставить аудиторию Вот, не знаю Сейчас, Маша, иди за это Вообще борется за вашу любовь А там, как бы Я не знаю Ну, да, да Так и есть То есть, ну, нам вообще, мне кажется И мне, иди Было очень тяжело Приходить сюда Потому что, во-первых Очень много сначала было хейта То есть он и сейчас продолжается Как бы Я спорить не буду Не знаю Врать тоже не буду Я читаю комментарии И все еще есть такие комментарии Которые очень сильно задевают То есть Мы стараемся очень сильно То есть Я думаю, что я, чтоди Делают максимально усилий Чтобы заслужить там Вашу любовь Или ваше доверие Потому что, как минимум Основной факт Мы не кинем Вас так же Как кинула Ма Я не знаю Я серьезно Я вот сижу все еще в шоке Как можно Такую огромную аудиторию Просто забить 10 миллионов людей Которые ждут человека Я бы за это Только бы вообще боролась И была бы счастлива Иметь такую лояльность Мне кажется, ребят Девчонки бы душу бы отдали За такую лояльность Короче Я не знаю То есть Ну, ребят Я серьезно говорю То есть те события Которые произошли Я понимаю, что они Не укладываются у вас в голове Вы такие думаете Типа Че? Ну, наверное Это какая-то шутка Наверное Евген шутит Или пытается нас обмануть Ну, как? Вот вроде Мат Свинком Бегала на сериях И Как она может быть Ну, в реале Я говорю В реале человек другой Другой То есть Вы это должны понимать Что То, что вы видите на сериях Не факт Что это такое Происходит и в реале То есть Я говорю За кадром Мы очень много ругались Очень много было конфликтов И Давайте просто закрывать эту тему Потому что сейчас все Есть будущее Есть, допустим Ди Есть Маша И вместе Ну Будут крутые ролики Будет крутой контент И Знаете Надо любить тех Кто ради вас старается Те, кто не старается ради вас Зачем их любить И тем более тех На которых Короче Как сказать Короче Тем, которым На вас пофиг Короче Их тем более Любить не надо А вам Было на вас пофиг То есть Ну Человеку, который играл Да Заматываюсь То есть Ну Да Так Ну что Я предлагаю Дальше Что паркурчик Короче У нас есть машина Садимся Да Садимся Дайте Это Первый такой Контент Где Мы По сути В этом городе С веб камерами Играем Макрофт веб камерами В машине Это круто Это круто Это реально круто Это круто Это необычно, это необычно, потому что потому, ребят. Потому что потому, да. Такое, считай, надо лайк. Не каждый день. Да, не каждый день. Выходите, выходите. Выходите, выхожу. Мы сейчас пройдем небольшой паркурчик. Как думаешь, справимся с ним? Ты знаешь, такой, типа, ешкин-матрешкин. Ешкин-матрешкин. Не, ну да справимся, справимся. Куда мы денемся? А если ты меня сталкнешь? Не, не, я как бы не подлыч, так скажем. Серьезно. Не, не, я тебя тут троллить не буду, короче, серьезно. Ничего себе, я шокю. Первый раз. Да, да. Укс. Ну вот, короче. Само себе заслужу. Не, я тут, короче, троллить не буду. Вообще, ребят, кстати, по поводу троллинга. Многие из вас, типа, знаете, я часто видел комменты. Вот, Ма могла уйти, потому что Евген бро троллил ее. Ребят, вы не можете понять одну вещь. Это по сценарию очень часто. То есть, потому что вы сами просили такой контент. Потому что вы сами просили за тролль Ма, попрекалась над Ма. И вам было весело с этого. Потом вы такие, некоторые из вас, ну я не говорю, что все, начинают винить, типа, вот Евген бро, вот такой вот, короче, плохой. Наверное, он, потому что троллил, поэтому Ма обиделась. Да вы что, совсем что ли, крэзи? Маша, Ма какой-то плохой уже. Может, что Маше сейчас обидится, что я тролли иногда. Да, всего обиделась, все выключаю в Эппл. Если что, ты сарказовый, ребята. Да, это сарказовый. Нет, если честно, я вообще не понимаю. То есть, ну Ма это актер. То есть, априори она выполняет свои какие-то обязанности на серии. То есть, то, что ее троллят там или как-то еще. Ну, короче, вообще не должно ее волновать, потому что это все, как бы, ну, обсуждается за кадром. Так ее это не волновало. Конечно, ребят, у нас есть сценарий. То есть, я прям за кадром. То есть, у нас серия начинается. Я говорю, что, ребят, ой, вернее, ребят, говорю. Я, короче, объясняю. Короче, смотри, слушай, здесь у нас будет такой троллинг. Я там возьму, допустим, печку, туда положу что-нибудь. Она бабахнет, она взорвется. Ты там, допустим, покричишь. Потом, типа, мы пойдем, там, не знаю, на полигон. Там, короче, потроллим и так далее. И тому подобное. То есть, у нас, как бы, ну, серия, они, ну, как бы, имеют сценарий. Вы что думаете, мы зашли в Майнкрафт, и такие, о, и сразу она пошла серия. И я там, не знаю, начал над ней, грубо говоря, издеваться, как вы иногда пишете. Совсем, что ли, блин? Ну, это только тем, я обращаюсь, кто не понимает, как это все за кадром выглядит. За кадром же это все обсуждается. Есть сюжет серии, есть сюжет слов. Есть сюжет всего, короче. Я подготавливаю карт, подготавливаю сюжеты. То есть, вы что думали, мы приходим такие, включили кнопку записи, и серия сама записалась? Серьезно? Вот именно. Если бы это так было бы изи, я бы вам делал бы хоть 20 серий в день. Угу. Вместе, кстати, со всеми, и зи, и со мной. Да, да, да. Ну, это очень сложно. Конечно, это ультра, это ультра сложно, короче. Ребята, это подготовка сюжета, карта. Даже вот эта карта, вы видели, сколько здесь понастроено? Это же блоки, это же не скачанная карта. Ну, да. Не за один день сделанная, кстати. Кстати. Сколько тут времени ушло? Два года? Два года. На всю эту карту два года, да. То есть, она строилась прямо на глазах у зрителей. Если вы откроете прошлые серии, эта карта вся строилась на ваших глазах. То есть, каждое это здание, вот этот Макдональдс, магазинчик вот этот, вот тот оранжевый дом, крановый, стройка людочки. То есть, это все возводилось за два года. Вот этот паркур бога, короче. Это же паркур бога, эта серия прямо полноценная была. Я помню, кстати, мы уже на этом паркуре с тобой были тоже в какой-то серии, только в какую не помню. Да, да, да. То есть, это вообще жесть, короче, ребят. То есть, это, ну, это история, это история. То есть, это... Но это все очень сложно, я говорю, это вам создавать, все ультра-ультра сложно. Контент делается сложно. Особенно, знаете, сложно он делается, когда вы в комментариях начинаете говорить, типа, вот, Евген, а вот без матовый канал ничто, а вот СМА было лучше. Вы просто привыкли. Вы сейчас так же привыкли к Маше Иди. А многие уже привыкли. Уже 80% привыкли. Да? Да. Думаешь, ну ладно. Ну, ладно, 60%. Может быть, 70%, я не знаю. Но, ребят, давайте сделаем 100%. Я серьезно говорю. Не, кому хочется смотреть Ма, идите, я не знаю. А она даже не снимает для вас. Знаете, вот ей настолько на вас пофигу, что вот те, кто ее любят, вы просто, ну, идете просто... Просто... Никуда. Никуда, да. Вам куда идти? Вам даже идти-то некуда. Так что, те, кто ее любит, я над вами смеюсь, ну, серьезно. Ну, что, как, ну... Извините. Извините, но... Как было? А как еще по-другому? То есть, включите... Ну, реально, как это? Вот включите мозги, включите голову, я серьезно вам говорю. Включите ее на секундочку. Все. Мы прошли. Мы, короче, прошли, короче. Мы прошли, реально. Вот, смотри, сидим, отдыхаем, разговариваем по вебке. Мне кажется, это вообще замечательно. Офигенно. Тут проплывают облака, короче. Да-да-да. Чисто на небесах. Да-да-да. Знаешь, это обсуждать спокойно было. По-моему, да, челово, ребят, это очень... Слушайте, поехали, короче, в Макдак. Поехали в Макдак. Да. Поедешь? Я хочу, я хочу в реальности тоже. Макдак. Ну, все, все, погнали. Когда, знаете, виртуальная жизнь, короче, чем реальная. Осуждаю. Просто осуждаю. Максимально. Я всегда хотела это сделать. Знаете, мечта, короче, сбылась. Все, ваша такая мечта выполнена. Ес. Токс. Я тебя обманул. Злодей, короче, тролль. Ага. А ты как? Пошмур. Ай, блин. О, полосердечка. Да-да-да, у меня полосердечка. Так, телепортируйтесь. Да я в машине уже. А как ты так быстро? Ну вот так вот. А тебе не обязательно знать, как я быстро-то такая. Ладно, я, я, а, ну я хотел сказать, я на ролике посмотрю, но я не смогу это увидеть, потому что я буду видеть только камеры. Так, ну что ж, погнали. Да? А ты поменьше просто сделай, увидишь тогда. Да-да-да. Так, все, погнали, короче. Отлично, Макдональдс, короче. О, смотри, у нас целое испытание, нам надо с тобой раскидать хейтеров. О, смотри, около Макдональдса стоят хейтеры. Подожди, подожди. Нормально. Подожди, я выдам тебе бурят. Давай. Теперь бурят твой. Хейтеры наступают, гасим, короче, хейтер. А что так быстро соцсетей не готова была? О, нормально, короче. На меня кто на меня? Короче, это, это хейтер, хейтер, на ему бурь на рангом. Хейтер, хейтер. Отлично, давай, бури, бури его, бури. Да, бурю, беру, бурю. Буррито. О, я, о, май, гад, бал, буррито. О, и ты с буррито. Это с буррито. И ты с буррито. Что-то буррито такого остренького какого-нибудь. Ох, нормально. Я, кстати, острое не люблю. Ты любишь острое? Угу. Случайно не острое доширак, я за всякий случай осуждаю. А почему осуждаешь? Ладно, я понял. А что? Я замолчаю. А что за это мне за... Мы Макдональдс хотим. Я вот случайно вам стену сломала, извините, пожалуйста. Ну все, будешь должна, Макдональдс все будет работать. Э, нет. А, он закрытый, это поэтому все, мы отсюда уходим. А зачем тогда я охранника загранила? Он охранял. Так, ладно, ребят, мы сейчас, короче, поедем. Знаете что? Мы сейчас поедем, поедем, поедем. Да просто, знаешь, куда-нибудь. Экскурсия, короче. Знаешь, пройдем радужный паркур. Вот там вот, видишь, цветной. Цветной. С которого ты меня тысячами раз во время троллинга сталкивала, ладно? По-моему, это отличная идея, пройти его. Так, ну что ж, выходим, выходим. А потом мы поиграем в страшилки. Маша ведь очень... Нет! Нет, мы не будем... Черт, я осужена. Такая, нет, мы не будем играть. Мы будем играть. Мы не будем играть в страшилки. Что, в Роблокс? Я согласна на Роблокс. Не-не-не, Роблокс это... Мы сейчас скачаем самую страшную хоррор-игру 2022 года. Не-не, я не придумала серию. Короче, ребят, ребят, я сейчас даю вам спецзадание. Реально спецзадание, короче. Вот, знаете, суперспецзадание. Короче, все зависит от вашей активности. В общем-то, если... Если на этом ролике набирается 60 тысяч лайков, то мы с Машей записываем хоррор-страшилку, где Машу я буду очень жестко пугать. Ну, при 60 тысяч лайков, согласны, нет? Не надо, пожалуйста. Все, ребят, 60 тысяч лайков. И теперь эксклюзив. Если число умножается во два раза, то есть если вы набираете 120 тысяч лайков, то тогда, тогда будет эксклюзив, будет три веб-камеры, будет Ди, Маша и хоррор-страшилка, где они будут пугаться вдвоем. Но если вы набираете 120 тысяч лайков... Наберите 120 тысяч лайков лучше, пожалуйста. Короче, все, ребят, все зависит от вас. 120 тысяч лайков. И я подумаю над вашим предложением. Понятно. Вот так вот. Вот так вот. Конечно. Если человек, а вам он тебя пугать собирает? Ну, за лайки же. За лайки можно. Да, ну да, за лайки. Хорошо уж пугать. Да, конечно. Помоги шикарно. Да, конечно. Кстати, ребят, там был комментарий, история с МАЗа тянулась. Ну, ребят, я же ее затягиваю. Некоторые пишут, Евген, дак отпусти просто МАЙ и все. Ребят, дак я давно отпустил. Не могут отпустить те, кто любят. Понимаете, как это устроено? Заходят и пишут комментарии. Кто-то мне говорит, ну, Евген, просто не смотри на комментарии. А как я не могу смотреть на комментарии на своем же собственном канале? Ну, я, естественно, я их буду смотреть. Я же смотрю все комментарии. И мне неприятно видеть незаслуженный хейт. Типа, а я здесь при чем вообще? Естественно, я буду видеть, как хорошие, так и плохие комментарии. Правильно же говорю? Конечно, правильно. Я, например, постоянно комментарии читаю, даже на какие-то отвечаю, какие-то лайкаю. И я очень много вижу вопросов. А где МА? А куда пропала МА? То есть, и при этом на канале очень много роликов уже, типа, по этой теме, очень много роликов. Да, 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 и потом, когда говорят, тема затянулась, конечно, она затянулась, ребят, но затягивает не я. Те, кто не могут ее отпустить, те ее затягивают, а я лишь только даю ответы. Типа, а как я, по-вашему, я создатель канала, я что, не должен нанести ответ? То есть, я несу ответ. В данном случае я говорю, что, по идее, вам должна была с вами попрощаться сама. Но я ей сказал, я говорю, если ты, ну, типа, не попрощаешься с ними, ну, значит, за тебя попрощаюсь я, соответственно. Я, как бы, несу ответ. А с этого момента мы забываем историю. Да, она была, да, там были прикольные серии, я не спорю. Но они были прикольные, потому что я их делал прикольными, потому что, ну, она-то участвовала, но идея и так далее была-то за мной. То есть, и мы снимали кучу трендов. Конечно, вы ее любите, мы кучу трендов сняли, там, и про аниматроников, и про Картун Кэта, и про Сирена Голова. Если бы те же самые ролики мы сняли бы с Машей, либо с Ди, про Сирена Голова и Картун Кэта, я уверен, на миллион процентов вы бы любили бы больше их. Потому что тренды были бы сняты с ними. Ну, да. Ну, и плюс мы бы отдавали бы на сериях больше. Да, да. Искренне больше, как говорится. Потому что они хотят, а она не хотела. То есть, вы постоянно меня пишите, причина, причина. Ну, не хотел человек, ну, не его, это вообще среда. Она не хотела, видимо, никогда быть медиа. Она не хотела влоги снимать. Она не хотела вас радовать. Она просто, ну, приходила, зарабатывала деньги и уходила. Все. На этом ее работа, она была окончена. А вы в голове напридумывали. Плюс, кстати, все фейк-фотографии. Когда там у меня со страницы ВК забрали фотку, где вот там стоит блондинка такая. И вы такие, о, это Ма. Да это вообще было не Ма. И мы миллион раз говорили, ее не Ксюша зовут. А вы просто там напридумывали историю. Сами в эту выдуманную историю поверили. Вот, например, человек, который сидел и играл за персонажем Ма, такой сидит и думает, ээээ, чё? И я такой сижу думаю, чего? А вы такие сидите, о, это Ма, она такая красивая. Ну вы чё, вообще, что ли? Вы придумали историю, ну не вы конкретно, некоторые из вас придумали историю, поверили в нее, а потом, когда Евген говорит, что это не так, ой, Евген, вот плохой, вот Евген, короче. Да, Евген врет своим подписчикам, ужасно, как так можно? Вообще угар. А, окей, какая моя логика врать вам? И чё, вы хотите сказать, Ди врет и Маша врет, все врут? Тем более сидя, короче, перед вами с веб-камерами. Да, 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 причем этих событий не было, я говорю сейчас, революция на канале, то есть такого не было, то есть это эксклюзивный контент, максимально эксклюзивный, то есть, чтобы кто не понимает слово эксклюзив, это значит, что такого не было, это только сейчас и только для вас, правильно же говорю? Ну да, правильно, правильно. Просто, ну, очень много хейта все еще продолжается, что на Женю, что на меня, что на Ди, и, ну, представьте, короче, вы что-то очень сильно стараетесь делать, вы это делаете, вы ждете, что вас поддержат, а вам такие, типа, ну, мне другой человек больше понравился, а ты, короче, отсюда выйди. Ну, вам же будет обидно, что ваш труд не ценит, так и нам обидно. То есть, ну, я думаю, тут обиднее всего Женя, потому что он создатель канала, это Евген Бро называется канал, не Евген Бро и Ма, а именно Евген Бро. Он создает тут абсолютно все, он тут босс, короче, большой босс, как в песне, короче. Да, и с песней тоже он все решал, корно. Да, кстати, некоторые из вас пишут, типа, ну, к песню же вы же СМА сделали. Не СМА, она там, да, есть в ролике, но я вам рассказывал миллион раз. Весь трек я придумал, каждое слово я придумал. Она не придумала ни одной рифмы, она не придумала ничего, то есть, фразы просто были вырезаны из ролика и скомпилированы моим другом, то есть, созданы, да, другими словами. Капуста его зовут. Мы с ним сидели днями и ночами, просто придумывали рифмы, потом мы с аниматом придумывали сцены. Что делала Ма, она не делала ничего. Ну, как бы в ее обязанности это не входило, но, согласитесь, если бы вы или, допустим, Маша и Ди создавали бы со мной трек, неужели они бы не попробовали бы что-то туда принести свое, то есть, идею, рифму, какой-то кадр, какую-то мысль, частичку себя, а Ма не оставила ничего, то есть, трек полностью, 100% был сделан на мне. Я вот уверен, Маше хотелось бы поучаствовать в создании трека. Конечно, я бы даже бы текст попыталась бы, там, не знаю, или сюжет какой-нибудь продумать. Да? У меня даже сейчас идея в голове, если когда-то Клим будет, я же не знаю. Какая у тебя идея? У меня какая идея? Чтобы мы там все, короче, крутые были, чтобы всем понравилось. На пафосе, да? Друзья, ребят, есть такая, есть такая идейка. Вообще, я вам скажу сейчас по секрету, то, что теоретически должно могло быть, то есть, после влога с Ма, который она отказалась выкладывать, то есть, понимаете, в чем моя претензия, вы никак до вас, до этого не можете до некоторых дойти, я ее спросил перед влогом сто раз, что ты хочешь влог? Ты готова к этому? Она сказала, да. Понимаете, в тот момент она могла сказать, нет. И мы бы вам просто записали бы видос, и на ваш бы ответ ответили, что вы когда спрашиваете, а когда влог с Ма, когда влог с Ма, она бы и я просто сказали бы, ну, Ма не готова к влогам, но Ма готова просто сниматься с вами, ну, для вас в Майнкрафте. Все, вопрос был бы закрыт, у меня не было бы к ней претензий. Но когда человек мне, я его спросил сто раз, она сказала, да, я согласна. И когда я оплатил деньги, я, соответственно, потратил время свое, деньги, влог был снят, и когда уже все, он у меня лежит на диске, и она приезжает домой и говорит, слушай, а я передумала, а я уже вам наобещал, что он выйдет, потому что он уже снят. И потом, когда я ей сказал, так объясняйся перед подписчиками, она начала гнать понты, и говорит, типа, да я не буду ничего им объяснять. Это что за прикол это, ребят? Это ужас. Это ужас. Вот представьте, как сильно тогда Ма подвела Женю в этот момент. Все оплатить, договориться, и в итоге, ну, все, короче, ничего не хочу. Как так можно? И вот этого человека вы, к сожалению, любили, понимаете? Сейчас, к сожалению, это тяжело принять. То есть я понимаю, вы очень долго любили ее, вы ее ценили как персонажа, возможно, как человека. Но, к сожалению... Но человека нет, вы как ее человека не знали, ребят, поэтому объективно вы ее не можете любить как человека. Вы ее не знали. Вы ее знали, как вот человечка в Майнкрафте? Да, 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 вот об этом, да, говорю. И, к сожалению, вот так произошло, поэтому как бы тяжело не было, это нужно принять. И вот есть такая еще фраза, очень многие люди борются за билеты, за жизнь, и ума было абсолютно все, чтобы взять этот билет и пойти в очень хорошую жизнь. Но она просто этим билетом решила не пользоваться и просто, ну, как сказать, использовала свой шанс, вообще никак полностью им не воспользовавшись. И самое главное, даже если посмотреть с более такой человеческой стороны, да, там в плане каких-то человеческих чувств и так далее, вообще я лично думала, что Ма и Женя друзья. И представьте, что вот друг Ма в нашем случае так поступил. Ну, просто вот так кинуть все абсолютно, оставить человеку. В какой-то момент мы реально были же друзьями. То есть, ребят, вы там тоже, вы не думайте, что у нас только работа была. То есть мы, ну, были хорошими друзьями, но вы понимаете, что дружба, она, ну, она как может увеличиваться, так может и уменьшаться. Соответственно, если человек косячит, не приходит на серии, если постоянно конфликтует со мной, то, ну, о какой дружбе идет речь. Представьте, ваш друг, я не знаю, с вами постоянно ругается. Я не думаю, что в какой-то момент вы будете его называть другом. Именно так и есть. Да, то есть были моменты, да, то есть в начале работы первые два года мы были хорошими друзьями, то есть мы работали. Потом, ну, ей просто надоело все это. Стала лень. Да, я ей говорила, я говорю, просто скажи это людям сама, что, ну, ты устала, что тебе неинтересно то, чем ты занимаешься. И все, и просто мы переключим внимание на тех людей, кто этого хочет и кто этого заслуживает. Но она вот эгоиста, ей просто было насрать на все. Это факт. Могла же сказать, что типа, все, ребят, всем спасибо за столько лет любви ко мне. В общем, я, короче, ухожу, и вот там передаю свои обязанности, там, Маше и Дина, или Маше и Тася, там, в тот момент. Да, посниматься все втроем, там, не знаю, полгодика, и потом, как бы, сказать, ну, все, вот, девчонки они тоже стараются, молодцы, короче, все. Как человеку уйти, короче, а не как какашка. Ну да, то есть сделать нормально. Потому что, тем более, канал, она пришла на полностью готовый канал. Мы же с ней не с нуля начали, ребят. Она пришла, когда у меня было уже 7 миллионов подписчиков. То есть, как бы, полностью рабочий канал, 7 миллионов подписчиков. И, соответственно, ну, ладно бы мы с ней с нуля начали, она приходит на полностью готовый проект. Поэтому уходить с полностью готового проекта Тоже надо сохранять свое лицо То есть, как минимум, как человек уйти Который, ну, понимает Что это труд другого человека Труд меня То есть, я на ютюбе 8 лет Она была, ну, грубо говоря, неполных 4 года Ну, то есть, 3,5 И надо понимать, что до нее был труд И этот труд не ей принадлежит А Евгену Бро Вы можете посмотреть, у меня старые ролики Они без ма вообще там по 20 миллионов набирали Вы сейчас говорите, мне кто пишет Вот, ты приобрел популярность из-за ма Вы что, совсем, что ли, дураки? И вот те, кто так пишут И сори, конечно, что-то грубо, но Вы посмотрите популярные ролики У меня есть по 20 роликов, где я вообще один снимаю когда-то То есть, 6 лет назад Такое тоже было Видео с големами Вот загружите, Евген Бро, видео с големами 20 миллионов Что-то там нет ума И ее даже никогда там и не было Еще очень давно, и мы вместе тоже с ним снимали У нас тоже ролик Про вампиров, там, поляму Да, да, да Или, допустим, там, не знаю Выживание ролики Семилетней давности Но я говорю, вы Вы не знаете многие историю канала Евген Бро И вы помешаны на ма Вот те, кто на ней помешан Но я вам говорю То есть, это ма Это маленький этап В истории канала Евген Бро Сейчас будут новые этапы Сейчас вон SD с Машей мы будем Делать и снимать крутой контент И я говорю Просто нужна поддержка Если ее не будет Но, конечно же, не будет никакого контента Потому что никто не хочет работать Просто, ну Сейчас я говорю Просто нужна ваша лояльность и поддержка Да И так тяжело Сейчас тяжелые времена Да, в мире вы видели, что происходит В общем, ребят Я надеюсь, вы все поняли Это был финал Эксклюзивное видео Дальше у нас будут только веселые видео Уже с веб-камерами Поэтому, я надеюсь, грустных разговоров не будет Но, конечно, все зависит от вас Если вы будете дальше топить канал И топить нас Но, соответственно, ну Просто Дальнейших видосов просто не будет Просто канал закроется и все Поэтому, ребят Поймите Примите И просто поддерживайте Так и есть Да Да В общем, ребят Ставьте лайк по традиции Подписывайтесь на канал Прожимайте колокольчик Пишите комментарии Да И с вами был Евген Буро и Маша Всем пока Пока